Началось же все с того, с чего? Что земля плоская, что миром правят рептилоиды и жидомасоны. Началось все вот с этого. А потом потихонечку пошло, пошло, пошло. Украина – это Россия, которую создал Ленин. Это же, в общем, казалось бы, из серии рептилоидов. Только рептилоиды, конечно, абсолютно невинные белоснежки. Рядом со старыми фейками, которые пошли производиться. Про историю, про народы, про характеры, про привычки и так далее, и так далее, и так далее. И это в любом случае влияет нам на ум, конечно. Ведь в первую очередь было уничтожено образование. И в первую очередь надо будет поднимать образование. Но как? Кому? Ведь, понимаете, Россия же еще в конце 80-х, еще в Советский Союз и в Россию пришли специалисты именно по образованию. Открывали школы, английские школы, американские школы, канадские школы, французские школы. Языковые курсы, разнообразные практики, университеты, международные университеты, европейские университеты в Санкт-Петербурге, высшие школы экономики с приглашенными профессорами, с американскими профессорами. У нас даже на факультете медиакоммуникации в высшей школе экономики были бразильские профессора. Откуда только ни было. Образование, образование, образование. Это было 20 лет расцвета образования. И все это рухнуло в одну чудовищную черную яму. Я вот сегодня увидела в новостях тоже, что возобновалось следствие по делу ректора Шанинки Зуева. Шанинка уничтожена, сейчас открыта в Черногории. Все уничтожено полностью. Но ведь было 20 лет, где эти люди, которые вобрали в себя знания, лучшие знания у лучшей профессуры, которые 20 лет работали в России беспрерывно, они либо уехали, либо применяют свои знания в районе администрации президента и губернаторов. То есть поставили эти знания не на службу стране, а во вред всему миру, всему человечеству. То есть знания-то получили, а ментальность и душа к образованию отношения не имеют. А что имеет отношение к ментальности, к душе? Да много чего, много чего, в том числе и религия. А там русская православная церковь. Ну то есть, ну, кранты. А что еще имеет к этому отношение, к душе и к ментальности? Культура, искусство. А там Мединский, до Любимого, до патриотическое кино, до запрета театров, до посадки режиссеров. И говорит о том, что будущие поколения захотят заново образование. И, ну, знаете, нет. Наверное, нет. Должно пройти довольно много времени, вырастет довольно много поколений, которые снова захотят. Снова захотят знаний, снова захотят культуры. И снова захотят разобраться в истории. И, в конце концов, узнать что-нибудь полезное. Про Рюйка, Киевскую Русь, Богдана Хмельницкого и прочие. На самом деле, очень важные вещи. Абсолютно извращенные, абсолютно придуманные сейчас. И очень сильно вредящие просто-просто мирной жизни и вообще жизни на земле. Вот по поводу истории, день отмены крепостного права, его запретили праздновать в Костроме. Семь лет подряд люди собирались возле памятника, который называется «Власть на службе народа». Это скульптура, запряженного плугом змея Горыныча. Три его головы, они символизируют три ветви власти. Акцию проводили, чтобы как раз обсудить, какие законно установленные права граждан России нарушаются. Теперь и это запретили. Почему? Куда всё идёт? Знаете, у меня в Берлине есть хороший друг Борис. Он был в России профессиональным наблюдателем на выборах. Ну, таким профессиональным совсем. Работал с голосом вместе. И однажды его позвали на очень интересный референдум в большом селе в Орловской области. Он поехал. Значит, референдум в селе проводила учительница, даже, по-моему, директора школы, учитель физики местная. В референдуме был о разделении села на две части. Часть пришла и часть людей, которые здесь жили всегда. И вот, значит, должны быть две административные единицы. И всё заколыхалось из-за того, что кто-то там пруд чистил, кто-то не чистил. Ну, и вот Борис спрашивает уже созданную комиссию по голосованию, про предъявление референдума. Спрашивает тут учительницу физики, да, в чём проблема, почему две половины села не могут договориться. И она вдруг говорит потрясающую фразу. Говорит, ну да, они понаехали, а мы клеймихелевские. Она вспомнила барина. Она говорит, клеймихелевские мы, мы вот здесь всю жизнь, да, мы ещё крепостные клеймихеля. А клеймихель – это, помните, по-моему, Некрасова «Железная дорога». Кто построил эту железную дорогу, батенька? Граф Клеймихель, душечка, граф Клеймихель. И, значит, вот Некрасов раздражается и говорит, что это народ строил народ. Вот, ага, народ, похоже, что строил граф Клеймихель всё-таки, если до сих пор, вот сейчас, народ с гордостью говорит, что они крепостные клеймихели, а вот эти понаехали, давайте от них отделяться. Понаехали, у них и барина-то толком хорошего нет. Понимаете, дело в том, что вот когда я думаю, что России нужна свобода, так же, как свобода нужна Украине. Не-не-не-не-не, это разные совершенно свободы, это вообще разные свободы. Потому что свобода – это не то, что ты летишь на Харле, и твои развиваются волосы, и ты в чёрной кожаной косухе, и вообще в Аризоне. Это не то, это не совсем свобода. Свобода – это большой труд, это работа, это голосование, это шины на Майдане, это кровь проливать в окопах за свободу. Это очень тяжёлая вещь – свобода, и нужно как-то понимать, что ты хочешь свободу. А раб? Раб свободы не хочет. Раб не знает, что такое свобода, раб не знает, что с ней делать, как жить без хозяина, куда ему идти, что есть, чем заниматься. Кто им это скажет? Раб не хочет свободы. Раб хочет иметь других рабов. И в этом, конечно, колоссальная разница. И как можно праздновать диагноз крепостного права, действительно, когда его никто не отменял? Всё нормально, всё правильно.